С каждым днем все больше домов областного центра подключают к отоплению. Официальная цифра растет, а вместе с ней увеличивается и недовольство тех, у кого в квартирах по-прежнему холодно. Одни живут в домах-аутсайдерах, в которых отопительный сезон так и не начался. Другие вроде бы должны радоваться горячим батареям, но и они с тревогой ждут зимних холодов. В природе этих двух тревог разбиралась Юлия Шишкина. Ольга Краева укладывает цинишку спать в теплых носочках и с парой шерстяных одеял. Она и сама достала самый толстый халат. В доме по адресу «Артиллерийская-1» до сих пор не дали тепло. Роль батареи вторую неделю выполняет электрический обогреватель. Очень холодно было, конечно же, и комфорками обогревались, и обогревателем пользовались, потому что дом маленький ребенок, тепло ему тоже надо, как его не кутали, а все равно бегает по полу холодно. Сейчас на улице потеплело, и жильцы дома греются прогулками, которые сводятся к одному маршруту – вдоль теплотрассы. В прошлом году в декабре эти старые трубы и вентили на два дня оставили без тепла артиллерийскую «Артиллерийскую-1» и еще шесть пятиэтажек в округе. У нас стекло здесь свистало. Причем это уже не первый раз. Сначала прошлый год был тут такой же потоп, нам ее ликвидировали. И сказали, что труба вся гнилая, это паровое отопление нашего дома вообще идет. Она не только зависит, она и является источником тепла для нашего дома. Поставленный коммунальщиками хомут ситуацию не исправил. Предвидя, что тепло и в этом сезоне явно запоздает, люди все лето писали властям коммунальщикам в прокуратуру. Для наглядности рассылали фото иллюстрации. Вот она, видите, вся ржавая труба, а вот с двух сторон за хомутом идет течь. В письме от 23 сентября в Кировской администрации пообещали, что ремонт теплотрассы сделают до начала отопительного сезона. Но о какой дате идет речь, неизвестно. Когда дадут тепло, жители решили узнать у своей управляющей компании «Жилкомплекс». Даже не надейтесь, предупредили их другие посетители. Ее на месте нет никогда. Я сколько ни приходила, никогда нет на месте. Жителям соседних домов по улице Навашино вроде бы жить да радоваться. 14 октября их батареи начали теплеть. Но в доме номер 12 топят выборочно даже в пределах одной квартиры. Пятиэтажки по Навашино 8 – другая беда. Прошлой зимой здесь прорвало теплотрассу, и коммунальщики поставили трубу в ремянку. Почти год она держится буквально на деревянном колышке. Обращаясь с жалобами в разные инстанции, жильцы так и не выяснили, кто же отвечает за эту теплосеть. «Нас больше всего страшит, что у нас все трубы оголенные, и вот такая температура будет всю зиму. Она чуть тепленькая, и естественно, что у нас в квартирах будет холодно». По данным саратовской мэрии, сейчас в городе подключены к теплу почти 95% жилых домов. Подача в остальные объекты затруднена коммунальными работами. Юлия Шишкина, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.